Мы на предприятии Ивкор. Ему 55 лет и больше оно известно под прежним названием Ивкож. Здесь производят тентовые материалы и искусственные кожи. Из тентовых материалов изготавливают автотенты, палатки, шатры, а также спортивные маты и тюбинги. Из искусственной кожи, спецобув, спецодежду, а также спортивный инвентарь. И еще несколько любопытных фактов. ПВХ-материалы, которые произведены здесь, использовались при строительстве литовой арены фигурист Илья Вербуха в Есентукав. А также из продукции этой компании в прошлом году изготовлено 400 тысяч сноутюбингов. Треть российского рынка тентовых ПВХ – это Ивкор. По всем цехам в пятницу прошелся директор департамента экономики. Дмитрий Тугушев в области недавно, но уже посетил инновационное производство Легпрома. Фотопринт Иванова, Ультрастап, Родники Текстиль, НИИТЭМ и ВКОР. Наряду с традиционным текстилем, хлопок, лен, у нас также в регионе активное развитие идет и технологических инновационных материалов ткани. Мы сейчас действительно видим и не только по развитию новых производств, но и по хотя бы даже по статистическим данным, о том, что у нас производство высокотехнологических инновационных тканей растет достаточно большими темпами. В 2019 году предприятие Ивкор реализовало масштабный инвестпроект, запустило новый цех. Управляющий Дмитрий Лукьяненко говорит, сейчас инновации каждый день. Например, ушел европейский поставщик сырья. Компания закупила компонент у производителя из Азии. Технология меняется, над ней работает целая команда. Постоянно новые продукты мы производим. В первую очередь мы недавно вывели на рынок продукт, который светопропускаемый. Есть продукты, которые, наоборот, свет не пропускают. Есть с особыми специфическими свойствами. Морозостойкие, огнестойкие, грибостойкие и так далее. Каждый клиент просит что-то уникальное и особенное. Мы всегда идем навстречу, чтобы удовлетворить их потребности. А мы заметили, площади большие, а сотрудников не так много. Ну, это же, наверное, прекрасно, что сотрудников немного, когда площади большие. Все производство развивается, и не только производство, а другие отрасли развиваются. Соответственно, везде требуются люди, и есть определенный дефицит. Дмитрий Лукьянченко рассказал, на этом производстве сотрудников в разы меньше, чем на прежнем. Всего в компании трудится почти 200 человек. Артем Ястребов – технолог, работает здесь 10 лет. Я учился в химико-технологическом институте, проходил практику близкую к этому предприятию. То есть, это моя специфика. Ну, 10 лет, значит, все устраивает? Конечно, устраивает. То есть, и карьерный рост, и успел везде поработать, очень интересно работать. Все нравится, конечно. Все стабильное и развивающееся. Сейчас, мне кажется, выше среднего заработок. То есть, и у состава ИТР, и у рабочих. То есть, сейчас выше среднего, я думаю. Все эти технические ткани импортозамещающие. Европейских аналогов на рынке нет. Есть китайские. Ивановское предприятие поставляет продукцию во все регионы России.